Дорогие радиослушатели, очень рада, что мы сегодня опять вышли в эфир и на на волнах радио сангейтс и в программе женская гостиная и я представлю не просто свою гостью но также соавтора моего проекта нашего проекта в гармонии с собой листать искусницей своей жизни мы сегодня решили воспользоваться служебным положением и немножко рассказать о том что мы сами делаем потому что я думаю что нашим слушателям тоже интересно потому что мы не просто а вот я например не просто радио журналист до рассказывающий о здоровье и о здоровом образе жизни но на самом деле я ищу аэрведические консультанты провожу семинары и лекции консультации и вот мы с машей придумали такой интересный очень женский проект и пару слов я расскажу о маше и передам ей слово мария осадова как и я проживает сан-франциско калифорния маша сертифицированный преподаватель йоги практика преподаватель целительского метода космоэнергетики я надеюсь радиослушатели наши слушали наш эфир с марией он был около где-то полтора месяца назад как раз маша нам очень интересно рассказывал про космоэнергетику и маша консультант по вопросам здорового образа жизни гармоничного развития переводчик она изучает и практикует различные методы совершенствования более 10 лет очень интересуется буддизмом очень глубоко его изучает сотрудничает с очень многими российскими учителями йоги но маша в общем потрясающая девушка очень красиво очень гармоничная очень интересная и сегодня мы как раз расскажем о нашем новом проекте это семинар для женщин машенька ты со мной привет я с тобой доброе утро и добрый день и добрый вечер уважаемые радиослушатели настя благодарю за такое хвалебное вступление очень приятно и ну что мы наверное перейдем к описанию нашего проекта давай давай наверное поговорим расскажем сначала как мы его с тобой придумали мне кажется это очень важно потому что собственно благодаря радио sun gates мне кажется и нашему вот сотрудничеству которое на волнах радио началось нам с машей пришла идея провести совместный семинар для женщин и совместить сделать такой интегральный подход к женскому развитию используя те техники которые маша использует это йога и космоэнергетика хотя маш нам говорил в прошлый раз что она не мешает два направления но тем не менее мы придумали как это сделать и то чем я занимаюсь это ведическая астрология джотиш и аюрведа и тоже в некотором смысле энергические практике эта идея пришла к нам с насти какое-то время назад и мы обсуждали это просто как идею какую-то не задумываясь о том как мы ее материализуем а потом после нашего эфира но это по-моему было около месяца назад на шефе о космоэнергии феврале да мы начали опять эту идею обсуждать и и как то все стало становиться на свои места и мы решили а почему бы нам не попробовать почему бы нам не собрать вместе все самые эффективные самые проверенные практики практики которые мы проверили на своем личном опыте на опыте тех людей с которыми мы работаем те люди которые с нами занимаются да то есть мы знаем что действительно это работает и действительно имеет применение жизни людей приносит им пользу благо для людей и И идея была собрать все эти практики, все эти методы в один такой семинар и нацелить его в первую очередь на женщин, потому что все-таки путь женщин немного отличается от мужского пути, хотя в принципе те вселенские законы, которые мы обсуждаем, они применимы для мужчин и для женщин. Просто женщина пропускает их через свою собственную призму в соответствии со своей конституцией, со своими психологией, эмоциями. И поэтому этот семинар в первую очередь нацелен на женщин. Мы с Настей очень долго обсуждали, интересные у нас были дебаты, потому как правильно и интересно и творчески подойти к построению этого семинара. И решили построить таким образом, чтобы мы затронули все сферы жизнедеятельности женщины, начиная и здоровье, и отношения, и социальная реализация ее предназначения, помимо ее женского предназначения. Это также и сфера эмоций, ну и соответственно творческая какая-то стезя, творческая реализация женщины в ее жизни. И самое главное, конечно, это ее духовное развитие, ее самосовершенствование, опять-таки с позиции женщины, то есть не с позиции, возможно, каких-то жестких аскез, хотя аскезы мы приветствуем и по-женски тоже совершаем определенные аскезы. Но все-таки путь самосовершенствования женщины немного отличается от мужского пути. Да, аскезы в понимании мужском и женском это немножко разные вещи. Например, для женщины аскезы может быть ношение юбки. Вот, может быть, это для наших слушателей покажется странным, но тем не менее. Или, например, ношение украшений, потому что я очень часто сталкиваюсь, что многие девушки и женщины, они говорят, «Ой, да ну что ты, я не ношу, зачем мне это все мешает?» Кстати сказать, это тоже может быть аскеза, и это может быть духовной практикой, потому что, нося украшения, мы увеличиваем энергию Венеры, и тем самым мы несем энергию благости в этот мир и энергию красоты, что очень важно. И я еще хотела добавить от себя, что наша Вселенная, она из себя представляет это вообще женское начало, пронизанное глубоко мужской энергией, то есть оно в виде женского детородного органа нашей Вселенной, то есть оно так устроено, это такое глубокое ведическое знание, и поэтому очень важно гармонизировать именно женскую энергию. И вообще сейчас век больше женской, мне кажется, ну нельзя сказать, что сейчас матриархат, но женщины вообще сейчас везде преуспевают, во всех областях. Но это хорошо это или плохо, не нам судить, безусловно, но тем не менее очень важно уделять именно внимание развитию правильного женского аспекта. Да, и название нашего семинара, оно не случайно, «В гармонии с собой» или «Как стать искусницей своей жизни». В названии этого семинара мы попытались подчеркнуть, как важно быть в гармонии с самой собой, в гармонии с природой, с окружающей средой и чувствовать себя реализованной в этом мире, чувствовать себя, я не хочу использовать слово «счастливой», потому что каждый по-разному трактует слово «счастье» для себя, а всё-таки гармоничной, сбалансированной, принимающей свою природу женскую. И в том числе, конечно, понимающей, каким образом она может входить в резонанс, скажем так, со своей природой и принимать именно свой характер, возможно, какие-то свои достоинства и недостатки, и учиться их изменять, прорабатывать, опять-таки опираясь на путь, который мы с Настей предлагаем для женщин. К вопросу о смешении практик мы, опять-таки, не то чтобы мы смешиваем эти практики, просто мы рекомендуем определённые практики для определённой цели. Нужно понимать, с какой целью мы используем тот или иной метод, ту или иную практику. А вот что касается целительских сеансов космоэнергетики, которые мы включили в программу нашего семинара, то есть на каждой встрече, а всего таких встреч у нас будет шесть, мы решили включить оздоровительные сеансы, сеансы расслабления, сеансы оздоровления с помощью метода космоэнергетики. То есть если у вас было какое-то желание попробовать ещё понять, что это такое, то это, можно так сказать, бонусом включено во все шесть встреч. Это очень хорошая возможность как раз попробовать на себе многие практики, потому что сейчас такое разнообразие информации, и мы на самом деле читаем очень много всего, и, к сожалению, многие вещи, они проходят мимо, потому что они не оставляют следа, и мы теряемся в этом потоке, это беда нашего времени. И именно вот такие семинары практически, они дают возможность нам попробовать в реале и практику космоэнергетики, и практику йоги, и узнать, что такое аюрведа, и попробовать узнать, что такое джотиш. Конечно, но я сейчас ещё расскажу именно о своей части, то, что я бы хотела осветить в нашем семинаре. Вот, ну, Маш, ещё тебе слов, я знаю, у тебя много всего. Да, ну, мы можем об этом говорить бесконечно, то, что, Настя, если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста, ничего страшного, перебивай меня. На каждой встрече мы решили включить лекцию на тему самосовершенствования, то есть каждая встреча будет посвящена определённому аспекту, как я уже сказала, жизни женщины. Здесь будут лекции на тему йоги, на тему аюрведы и астрологии, также тема отношений, психология отношений между и родителями, и детьми, и партнёрами, друзьями в том числе. Также сюда входят и лекции на тему раскрытия своего внутреннего потенциала, своего предназначения. Кроме того, мы решили включить в семинар и практику йоги. Не знаю, получится ли у нас делать это на каждом занятии, но во всяком случае несколько занятий мы этому обязательно уделим, поскольку йога очень эффективная практика для самосовершенствования, для саморазвития, поэтому мы не могли не включить её однозначно в этот семинар. Кроме того, интересным для многих женщин, может быть, это будет вообще один из самых важных аспектов этого семинара, это общение с единомышленцами. Так сложно сейчас стало общаться в кругу, в дружелюбном, в располагающей общению, обстановке, где женщины могут поделиться какими-то своими, ну, не буду называть их проблемами, но какими-то вопросами, которые они сами задают для себя или вопросы, на которые они ищут ответа. Поэтому общение, мы обязательно включили в семинар общение с женщин, то есть у нас будут и какие-то совместные обсуждения, обмен опытом. Это тоже очень-очень важная часть семинара. И как результат всех наших встреч, мы с Настей как бы решили, что главным будет для женщины понять, что такое быть в гармонии с собой и каким образом она может, если, как говорится, в жизни происходят какие-то сложные ситуации, как она может восстановиться, как она может прийти в гармонию с собой-собой, то есть каким образом она может стать через методы, которыми мы поделимся с Настей, как она может вернуться в гармонию. Очень хорошо, Машенька. Я хотела бы добавить еще, что немаловажным аспектом нашего семинара будет тема здоровья. Мы говорим не только о гармонии, потому что я неоднократно повторяла это на своих занятиях, в своих лекциях и статьях о том, что здоровье не принадлежит нам, здоровье принадлежит Богу. И это одна из духовных практик сохранения своего собственного здоровья. Это очень важно. У меня вчера такой был опыт удивительный. Я вчера решила пойти на ежегодную диспансеризацию в свою страховую клинику. Она бесплатная, давно не была, решила провериться. И когда я попросила врача, чтобы она мне назначила какие-то анализы сдать, это исключительно мои собственные желания, потому что она сказала, вы знаете, вы так, у вас такой цвет лица, вы так выглядите, вы думаете, у вас есть какие-то проблемы. И я ей как раз стала рассказывать о том, что такое аюрведа. Она не в курсе была, хотя удивительно для меня, мне кажется, сейчас уже все знают о том, что такое холистическая медицина, что такое холистические практики. И поэтому я очень хочу поделиться знаниями своими аюрведическими с нашими участницами нашего семинара, для того, чтобы они обладали навыками сохранения здоровья самыми простыми способами, которых не нужно бежать в аптеку, бежать к врачу, тратить много денег на дорогостоящий визит, особенно у нас здесь, в США, поскольку у нас семинар будет точный, то мы надеемся, что к нам придут именно девушки и женщины, которые здесь живут, в Берии. И хотя у нас будет запись, и если кто-то захочет участвовать удаленно, то тоже будет иметь возможность такую послушать и посмотреть нас, и посмотреть в записи. И еще, Маш, ты не сказала, но я хочу сказать, что это будет не просто такое развлечение. Вот мы пришли, послушали лекцию, поделали йогу, мы после каждого занятия обязательно будем давать задания, которые нужно будет выполнить, и это будет такая внутренняя работа над собой. И каждую неделю мы будем обсуждать выполнение этого задания, и будем смотреть результаты, потому что мы специально сделали, можно сделать семинар, такие экспресс-семинары, сейчас очень популярен такой режим, когда там за три дня мы сразу огромное количество материала проходим. И у нас с Машей уже огромный опыт прохождения всяких разных тренингов, и я вот точно могу сказать по себе, потому что, наверное, прежде всего на себя ориентируешься, что когда у меня есть время осознать вообще то, что я получила, и потом еще с кем-то это обсудить, и когда вот у меня такая несколько, некоторое время на это есть протяженность, то результат намного эффективнее, потому что я его вижу, я вижу изменения. Особенно очень хорошо, когда мы начинаем вести дневник, а мы будем просить наших участников вести дневник, и мы посмотрим записи, которые были в начале, и посмотрим, что они получили в конце. Я вас уверяю, будут изменения удивительные, причем они будут и на психоэмоциональном уровне, и на физическом уровне. И с точки зрения аюрведической практики, это прежде всего сохранение здоровья, и умножение здоровья, и сохранение молодости. Я думаю, что для каждой женщины это вообще невероятно важно, потому что я, не знаю, наверное, нужно находиться в очень какой-то глубокой депрессии женщины, или в каком-то совершенно нежелании принятия себя, чтобы не думать о своем внешнем виде. По крайней мере, я буду убеждать всех, что это нам необходимо. И поэтому для того, чтобы нам понимать, нам хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, нам нужно понимать и осознавать свою истинную природу. И в этом знании нам очень сильно помогает аюрведа, потому что в аюрведе есть такие понятия, как пракрити и викрити. И пракрити – это психосоматическая конституция человека, которая нам дается по рождению. Мы, как правило, уже приходим в этот мир, мы думаем, что воспитание – это не всегда так. Почему-то одни люди даже в очень хороших семьях бывают не всегда счастливы и не всегда успешны, и бывает, что люди в семье в другой, в какой-то неблагополучной, тем не менее они очень на внешнем плане, по крайней мере, успешны. И мы с вами на нашем семинаре определим пракрити. Обязательно пракрити описывает соотношение дождь в организме конкретного человека и не меняется на протяжении всей жизни. А вот викрити – это как раз текущее наше состояние, которое нам нужно всегда приводить в гармонию. И это очень важно понимать, в каком мы состоянии находимся, и какая из дождь сейчас находится в дисбалансе. Есть, конечно, очень счастливые люди, которые всегда находятся в гармонии с собой, но женщина – она существо такое не всегда уравновешенное, к сожалению, поэтому наше викрити очень часто отличается от пракрити. И я как раз на нашем семинаре расскажу о том, как нам следовать пути нашей истинной конституции, и как сохранять баланс, потому что баланс у каждого разный. Вот мы, например, получаем рекомендации, да, я сейчас очень часто встречаю, вот мне надо пить там 2 литра воды в день. Я говорю, а почему ты хочешь? Я не знаю, так говорят, да, или так в газете написано, или так в интернете прочитала. А нужно ли тебе именно конкретно пить столько воды? Почему это необходимо? Так вот, баланс у каждого разный, и он присущ только одному человеку, то есть это уникальное сочетание всех трех дож. И мы не можем изменить свою пракрити, но мы можем научиться жить с ней мирно и благополучно. И знание своей пракрити, то, что мы узнаем в семинаре, мы каждой девушке нашей, каждой участнице, мы рассчитаем пракрити и подскажем, какая доша, скорее всего, у вас будет выходить из баланса. Почему она будет выходить из баланса? И мы пройдем обучение, как эти доши приводить в состояние гармонии и баланса. И мы сможем определить пракрити по нашему гороскопу. На ведической астрологии есть такие техники, которые помогают нам определять именно наше врожденное состояние, наше дож. И тут я как раз, на самом деле, еще пару слов о викрити, я скажу. Это нарушение баланса определенной дожи, который дает неполадки нам в организме. И, собственно, с этого нарушения начинаются все болезни. И мы пройдем с вами тесты по определению викрити. Тестов будет несколько, потому что я тоже интересный такой столкнулась с практикой, что когда я даю один тест, у человека один результат. А когда я даю тесты, там вопросы, те же самые вопросы, они переформулированы немножко по-другому, мы даем, у нас получается другой результат. Это очень важно учесть. Поэтому очень важно не покупаться на те тесты, которые в интернете, а именно работать с консультантом, работать со специалистом, потому что только настоящий специалист, он может вам определить истинную, и истинную конституцию пракрити, и викрити, которую мы, собственно, хотим узнать, то наше текущее положение. Очень важно смотреть, потому что в Айурведе много разных техник и определения конституции. Очень важно учитывать все, например, как язык выглядит, какой у нас пульс, какая пульсовая диагностика. Поэтому очень-очень важно именно личное присутствие на подобном семинаре. И для того, чтобы мы могли с наибольшей точностью узнать себя и именно помочь себе стать здоровее, прекраснее, красивее, умнее, насыщеннее и реализоваться в этом вопросе. И я как раз плавно подошла к астрологии, потому что, как я уже сказала, пракрити мы будем определять именно астрологическим путем, то, что я делаю всегда на своих консультациях. Но, тем не менее, очень интересно именно коллективный подход, потому что, когда мы будем видеть друг друга, а мы все с вами соберемся, мы все будем совершенно с разной конституцией. Даже если я вам скажу, что вот вы, допустим, Пита Кафа, и другая девушка тоже будет Пита Кафа, но сочетание этих дождь будет совершенно индивидуальным и будет только у вас. Это совершенно как наш уникальный ID, который только нам соответствует. И определить пракрити нам помогут знания джойтиша. И как раз мы будем говорить не только о джойтише в целом. Джойтиш — это ведическая астрология. Это очень глубокие древние знания, которые божественные, которые нам даны уже много тысяч лет. И я очень счастлива, что я могу поделиться с этими знаниями. И прежде всего мы узнаем, что такое асцендент. Асцендент — это на санскрите. Асцендент обозначается словом Лагна. Если вы знакомы с какими-то астрологическими понятиями, то слово асцендент встречается и в западной астрологии. И это самый подвижный из всех элементов гороскопа. И быстрее всего он меняет свое значение, положение. Солнце проходит один знак зодиака за месяц, Луна — за два с половиной суток. Асценденту на это требуется всего два часа. Поэтому в течение дня асцендент у нас проходит весь гороскоп. И мы обязательно узнаем свой асцендент. Поэтому всем нашим участникам семинара нужно будет обязательно... Ну, я думаю, что дату рождения они все, конечно, свою знают. Но нужно будет еще уточнить и место рождения, и время рождения. И эти данные должны быть обязательно... Мы должны это знать как дважды два. Потому что когда ты что-то знаешь, то ты вооружен этим знанием. И, соответственно, ты можешь его применять. Так вот, знание асцендента — это один из важнейших факторов предсказаний в ведической астрологии. И это вполне разумно, так как он является главным отличительным моментом гороскопа. Но не надо бояться, что у нас там слабый асцендент или сильный асцендент. В этом нет ничего страшного, потому что помимо асцендента в нашем гороскопе, формировании нашей личности, участвуют еще планеты. Поэтому, в общем, мы об этом тоже поговорим. О том, как эти планеты влияют на нас, и что вообще с нами происходит, когда мы находимся под влиянием той или иной планеты. Есть такое глобальное влияние планет. Вот мы сейчас только что пережили затмение, и я знаю, что очень многие люди на эти затмения... Затмение два дня назад у нас было лунное затмение, и перед этим был коридор затмений, потому что затмения, как правило, они парами приходят. Сначала солнечное, потом лунное обязательно затмение. И вот, Маша, ты, кстати, как себя чувствовала во время коридора затмений? Знаешь, я чувствовала некую какую-то дестабилизацию. Но, в принципе, когда занимаешься, практикуешь, что все проходит в более мягком режиме, поэтому те аскезы, которые, возможно, нужно было пережить в жизни, мы переживаем на коврике или во время медитации, то есть совершая какую-то небольшую добровольную аскезу. Это, кстати, тоже очень важный момент, который мы обсудим. Зачем нам вообще всем заниматься какими-то практиками самосовершенствования, саморазвития? Вообще зачем это нужно? Мы вчера с Настей, когда обсуждали выступление наше, говорили на тему того, какая мотивация может быть для женщин вообще прийти на этот семинар. Она может быть самой разной. То есть, как Настя уже упомянула, это может быть, я не хочу, опять-таки, это не потому, что это хуже или лучше. Для кого-то это просто действительно поправить свое здоровье. Это нормально, это прекрасно, если человек стремится к тому, чтобы изменить что-то в своем, возможно, режиме питания, в своем образе жизни, чтобы поправить свое здоровье. Это прекрасный стимул для того, чтобы начать что-то реально делать, изменяться. Для кого-то, возможно, у кого со здоровьем все прекрасно, просто внутренний поиск, поиск самого себя, вопросы, которые он задает самому себе, а зачем я здесь, кто я, зачем я умираю, вопросы такие фундаментальные, экзистенциальные. Для кого-то, для таких женщин, возможно, это будет мотиватором прийти на семинар, потому что однозначно мы будем обсуждать и тему того, что такое, кто мы такие, кто я, зачем я здесь, зачем я умираю, вообще понимание всего происходящего вокруг. Так не буквально, зачем я умираю, может, кто-то еще не подготовлен, не на таком высоком уровне духовного развития, как ты. Зачем я живу, например? Давайте сначала с этим вопросом, чтобы разумираться. То есть вот зачем вообще этот механизм нужен? Не то, что мы, опять-таки, мы не пытаемся напугать никого, но это такие вопросы, которые, ну, как бы думаем мы об этом или не думаем, но мы все в какой-то момент уйдем с этого места, да. Поэтому мы затронем эти вопросы, потому что вопрос, как бы, потери близких, он очень важен для женщины, как хранительницы родовых традиций, да, в семье, и так или иначе, эти вопросы, как бы, тоже могут быть для кого-то очень актуальными. Да, и очень важно сохранять родовые традиции, например, потому что женщина-мать, она должна передавать свои традиции рода своим деткам. И я знаю, что ты недавно прошла очень интересный тренинг для будущих мам, и я думаю, что ты тоже этим поделишься, и там будет, причем техники, насколько я помню, будут не только для будущих мам, да, но и для женщин вообще в целом, да, именно. Для женщин, которые готовятся стать мамами, и для женщин, которые уже прошли через путь и беременности, и воспитания детей, и готовятся уже к менопаузе, обязательно мы обсудим рекомендации для женщин, как сохранить здоровье, свои репродуктивные системы. Тоже все очень-очень интересно и важно, и обязательно будет обсуждаться. Еще я хотела добавить, что, возвращаясь к вопросу о мотивации, то есть для кого-то, опять-таки, это какой-то вопрос о здоровье, для кого-то это внутренний поиск самого себя, а, возможно, для кого-то, у кого все прекрасно в жизни, но он чувствует какую-то ненаполненность, незавершенность какую-то, да, что-то вокруг все слишком вот так сладко, и от этого, как говорится, ты чувствуешь, что что-то все равно, чего-то не хватает, да. Вот такие вопросы, которые, на самом деле, даже ты не можешь сам для себя до конца сформулировать, они могут служить индикатором того, что, возможно, что-то, какой-то другой курс можно в жизни выбрать. То есть мотивация может быть и чисто, и только для того, чтобы просто разобраться вообще, а иду ли я в правильном направлении, да, вроде как все складывается, и работа есть, и семья есть, а все равно чего-то не хватает. Настя, у тебя есть еще какие-то, да, я хотела об этом сказать обязательно, и на самом деле, потому что мы меняемся, да, и мир вокруг нас меняется, и мы сами меняемся, и вот вроде все хорошо на внешнем плане, да, когда возникает вот эта неудовлетворенность, возможно, нам нужно что-то узнать новое в этот самый момент, и это как раз сигнал для нас, чтобы для нашего развития, он дается нам изнутри, из нашего внутреннего и сердца, для того, чтобы мы понимали, что нельзя стоять на месте, нельзя ни в коем случае находиться в стагнации, потому что это очень опасно для нашего развития, и как раз вот те знания, которые мы обладаем с тобой, ну, может быть, это немножко высокопарно звучит, но тем не менее, вот я очень долго это принимала, парадигмы для себя внутри, потому что мне казалось, что я недостаточно опытный еще человек, для того, чтобы делиться знаниями, а потом я получила такую интересную реализацию, и что даже с самым минимальным количеством знаний, которые ты обладаешь, знание обесценивается, если ты им не делишься, поэтому очень важно людям рассказывать о таких удивительных вещах, как йога, космоэнергетика, аюрведа, джойтиш, для того, чтобы для них открывались новые грани вот этого бриллианта под названием жизнь, и они дают такое глубинное понимание нашего существования, и мы уже не можем быть теми, кем мы были, мы не перестаем быть унылыми существами, такими, которые удовлетворяются только материальными потребностями. Кстати, вот сегодня четверг, и это день гуру, день гуру, гуру это планета Юпитер, это день учителя, и очень важно именно в четверг делиться знаниями, и самое лучшее, что мы можем сделать, это пойти и сделать добро каким-то людям, простым людям, не обязательно простым, но вообще даже близким, и очень важно об этом помнить, именно в четверг, вот в этот день такой энергии учительской, когда мы можем отдавать, и как раз вот индикатор того, что вот у нас все хорошо, а что-то нас не удовлетворяет, возможно, что в нашей жизни нету в достаточной степени вот этой вот отдачи, вот этого служения, оно не присутствует, и я думаю, что мы тоже этому посвятим, на семинаре обязательно этой теме, насколько важно, насколько важно вот это служение бескорыстное, потому что как оно меняет жизнь, удивительно, вот как казалось бы, мы, к сожалению, в нашем материальном мире, мы об этом забываем, и это не обязательно должно быть там, мы пошли, какую-то экстремальную помощь, беду, на самом деле даже попробуйте оглянуться вокруг и посмотреть, может быть, ваши близкие нуждаются в вашем служении, мы не всегда, мы очень часто этого не замечаем, и как раз вот понимание, вот возвращаясь к джойтишу, когда мы осознаем свое, кто мы такие, как личность, вот наш психоэмоциональный, наш внутренний портрет, что помогает нам сделать джойтиш, джойтиш это ни в коем случае не, нет, это и предсказательная тоже техника, безусловно, это инструмент, который нам дает какие-то вещи, которые можно предвидеть, но я лично сама всегда отношусь к джойтишу как к глубинному психологическому инструменту, который нам позволяет понять, кто мы есть такие, и как раз вот еще один момент, который бы я хотела осветить на семинаре, это тема накшатр, люди, которые с джойтишем, с ведической астрологией не знакомы, возможно, они даже не знают, что такое накшатры, накшатры это в переводе с санскрит, это созвездие, звезда или группа звезд, это древняя система знаний в ведической астрологии, которая позволяет очень-очень много рассказать о человеку, зная лишь его звезду рождения, представьте себе, то есть даже не обязательно знать ваш знак, как мы думаем, что наш гороскоп, это прежде всего наши знаки зодиака, это планеты, нет, вот в ведической астрологии есть такое понятие, как накшатра, и если мы знаем положение нашей накшатры, накшатру нашего рождения, накшатру, в которой находится солнце, и в которой находится луна, мы уже очень-очень много можем рассказать о человеке, всего существует 27 накшатр, они располагаются как раз в пределах гороскопа, в 12 знаках, и каждый человек, он рождается под определенной звездой, самое важное накшатра, это накшатра рождения, и также, как я уже сказала, мы рассматривать будем накшатры, в которых находится луна, и накшатру, в которой находится солнце, и для чего нам нужны знания накшатр, может быть, не все могут это понимать, опять же, к вопросу о мотивации, потому что знание накшатр позволяет объяснить многие процессы, происходящие с человеком, позволяет понять, как сформировался, например, характер того или иного человека, почему есть или иные трудности в жизни, а также показать способы решения проблем, и можно узнать о талантах и предрасположенностях, о вариантах, о профессиях, о перспективах, о личной жизни, особенностях и уникальных качествах. И как раз вот мы плавно подошли, наверное, к вопросу о предназначении, потому что я думаю, что это тоже одна из мотиваций, которая должна послужить, чтобы люди пришли к нам, девушки пришли к нам на семинар, именно вопрос о предназначении, потому что даже если мы замечательно, прекрасно реализованы в нашей жизни на социальном плане, у нас хорошая работа, интересная она нам нравится, есть ли это наше предназначение, вот это очень-очень важный вопрос, которым нужно разобраться, и я так, ну, лично те техники, которые я использую, те знания, аюрведа, джойтиш и йога, они помогают как раз найти наше истинное предназначение. Я думаю, что космоэнергетика тоже обладает подобными. Ты расскажешь, да, немножко? Да, я расскажу, я хочу пару моментов добавить по поводу служения, про которое ты, Настя, говорила. Да, обязательно у нас на нашем семинаре мы будем говорить о том, как правильно помогать друг другу, и вообще, что такое помощь, на самом деле, что такое помощь, потому что иногда, говорите, мы думаем, что мы помогаем человеку, на самом деле мы просто, как говорится, причиняем ему добро насильно, и он не хочет того, и мы ему учимся, потому что человек не принимает нашей помощи. То есть мы однозначно поговорим, потому что сердце женское, оно бесконечно сострадательное, и, говорится, хочется помогать всем, но помогать всем тоже, как бы, говорится, в аспекте одного человека невозможно, да, мы должны знать, куда правильно направить свою энергию вообще, как и как правильно это сделать. Это, кстати, плавно подводит к девизу. У нас, у нашего семинара есть девиз, и девиз у нас двойной. Мы с Настей решили, что и невозможно вообще передать смысл только одним девизом, поэтому мы выбрали вот такой девиз. Во-первых, первая часть этого девиза, она принадлежит Густаву Юнгу, Настя выбрала эту цитату, «Я не то, что со мной случилось, а то, чем я решил стать». И как раз-таки мы будем обсуждать вообще, кем мы решили стать. Для того, чтобы решить, да, кем стать, нужно понять вначале, кто такой я, кто я такая. А вторая часть нашего девиза, «Помогая другим, помогаешь себе», потому что однозначно присоединюсь к словам Насте, если мы не делимся своими знаниями, если мы не приносим какую-то пользу, да, этому миру, то о каком предназначении может идти речь? То есть мы сюда пришли, чтобы что-то сделать не только для себя, но и для других. И чем больше мы помогаем другим, тем больше мы, как говорится, накапливаем благодарности, и наша жизнь становится более насыщенной, более яркой, значимой, скажем так. И к вопросу о сеансах космоэнергетики, поскольку в нашем семинаре мы обязательно обсудим и строение тела человека, и о том, что человек — это не просто его физическая оболочка, но также у человека есть и тонкие тела, с которыми работают и йоги, и в том числе специалисты космоэнергетики. На сеансах космоэнергетики происходит очищение тонких каналов человека или на йогической терминологии, если использовать. И поэтому так или иначе человеку будут приходить реализации, реализации могут приходить, и как мысли, образы, и как какие-то внутренние знания, понимания, что есть моё предназначение. Или просто как неожиданная встреча с каким-то человеком, который может вдохновить человека, заняться тем, чем он пришёл сюда, на эту землю, родился на земле заниматься. То есть через такие реализации могут происходить у человека какие-то более глубокие процессы. Также сеансы, как мы уже говорили, они и оздоравливающие. То есть здоровье – это однозначно очень важный аспект для любого человека. Поэтому если человек нездоров, то, как говорится, и развиваться-то особенно у него сил нет. То есть пока он не поправит своё здоровье, то сложно задумываться о смысле жизни. Хочется просто вначале, как говорится, привести себя в порядок, а потом задуматься. То есть у всех, конечно, по-разному. Бывает это и наоборот стимулом того, чтобы начать заниматься какой-то практикой. Плюс к этому у человека просто возникает вера в собственные силы, уверенность в себе и совершенно комфортное восприятие себя. То есть нету какого-то внутреннего противоречия. Опять-таки это всё как результат очищения тонких каналов, которые сейчас у нас, ну и благодаря и то, в каких условиях мы живём, и экологические различные аспекты загрязняют каналы, тонкие каналы. Во время сеансов происходит очищение этих каналов. Поэтому мы решили включить эти сеансы на каждом занятии. Я хотела ещё добавить, что обязательно на каждом занятии мы будем проводить какие-то медитативные практики. И я считаю, что это очень важно. И я как раз сегодня хотела познакомить наших радиослушателей с одной из таких практик. Почему я думаю, что очень важно уделять время медитации? Обязательно хотя бы 10 минут в день в течение дня нужно выделить время на медитацию. Мы с Машей объясним, зачем это нужно, и научим вас, как это делать. Ну, нельзя сказать, как это... Тут нет, не существует правил в медитации на самом деле, потому что женщине вообще проще. Вот, например, если женщина рукоделием занимается, она начала вязать, и это уже для неё может быть медитацией. Мы иногда думаем, что это какое-то специальное состояние, мы должны сесть в позу лотоса, замереть, и у нас какие-то начнутся видения необычные, или что-то с нами произойдёт. Медитация – это всё гораздо проще. Это, во-первых, это осознание себя в настоящем моменте, прежде всего здесь и сейчас. И, во-вторых, действительно практика, даже готовя пищу, мы можем находиться в медитации. Тогда наша пища, она будет обладать волшебной силой и удивительными свойствами. И любое занятие можно превратить в медитативную практику. Я слышала притчу о том, как в индийском храме простой подметальщик пола достиг просветления, просто годами подметая этот пол, он входил в медитацию, и тем самым он стал просветлённым мудрецом. Поэтому здесь очень-очень важно понимать, что медитация – это несложно. Главное для себя найти тот способ медитации, который нам подходит, и эту практику сделать ежедневной. И я вам хочу рассказать про удивительную практику принятия подарков. Она направлена не просто на появление подарков в нашей жизни, хотя это тоже не исключено, и это начинает происходить, если мы это делаем, а на то, чтобы мы научились принимать те новые возможности, которые даёт нам наша жизнь. И справляться. На самом деле иногда нам кажется, что какая-то ситуация может быть трагичная или несчастная, но это, тем не менее, тоже может быть новой возможностью. Это тоже нужно иметь в виду. И эта практика, она направлена на развитие двух чакр. Маша в космоэнергетике обязательно коснётся вопроса чакр. Сейчас мы не будем этому уделять время. Если вы не знакомы с понятием чакры, я очень советую вам посмотреть наши программы с Анной Атмениевой, где она рассказывает о чакрах и ароматерапии. У нас есть на нашем канале в YouTube и в архиве радиопередачи эти программы. А вот конкретно эта практика, она направлена на развитие чакры Анахата и Вишудхи, те две чакры, которые отвечают за общение с людьми и внешним миром. И я рекомендую эту практику выполнять каждый день в одно и то же время, чтобы ощутить на себе её воздействие. Для всех тех, кто подпишется на наш семинар, я пришлю это описание, и вы сможете делать эту практику дома. Ничего сложного в ней нет, она очень простая и очень эффективная. Делая эту практику, мы учимся видеть и принимать то, что нам даёт Вселенная, и учимся благодарить её за это. Это очень важно, именно благодарность. И давайте попробуем. У нас есть как раз время, не так много, но тем не менее мы успеем. Для того, чтобы нам погрузиться в эту практику, нужно найти спокойное место, чтобы нас никто не беспокоил. 15-20 минут. Сядьте удобно, расслабленно, представьте себе в каком-нибудь приятном и уютном общественном месте. Это может быть кафе на свежем воздухе, то есть это не обязательно должно быть какое-то тихое место. То, где вам хорошо, может быть сквер, парк, берег океана. Ну, в общем, какое-то место, где вам приятно и хорошо находиться. Это, может быть, скорее всего, лучше представлять себя в тёплое время года, потому что в это время нам гораздо комфортнее находиться на улице. Посмотрите по сторонам, почувствуйте запахи, погрузитесь в это место, представьте какие-то приятные для вас запахи, запах свежесваренного кофе, или запах выпечки, или действительно морской запах, запах океана. И вот вы сидите, наслаждаетесь жизнью, вам всё хорошо, вам всё нравится, у вас очень спокойное, гармоничное состояние, и к вам приближается группа совершенно незнакомых людей. В руках у них конверты, коробки, цветы, воздушные шарики и очень много всего. И вот один из этих людей, он подходит к вам и говорит, что у них есть подарки для вас. Вы радуетесь и принимаете у каждого из этих людей подарок. Вы рассматриваете этот подарок и говорите этому человеку, благодарю за подарок, я принимаю его. И так вы поступаете с каждым подарком. Главное, самое в этой практике, это развитие чувства искренней благодарности. Подарки могут быть разные. Это могут быть ключи от квартиры, например, или ключи от машины, предложение руки и сердца, приглашение в ресторан, драгоценности, билеты на отдых, цветы, воздушный шарик, открытка, всё что угодно. Не обязательно подарок может быть иметь какую-то материальную ценность, то есть это может быть абсолютно любая возможность, любой дар. И вам это нужно всё принять в свою жизнь. Главное условие, чтобы все эти люди, они были вам незнакомыми, то есть вы представляете незнакомых людей. Мы никогда не знаем, какая возможность представиться к нам в жизни. Возможно, что повернув за угол на хорошо знакомые улицы, мы встретим кого-то или узнаем что-то, что кардинально изменит нашу жизнь. Ну, вот такая практика принятия подарков. И если мы будем её практиковать, то результаты не заставят себя ждать. Главное, только этим заниматься, потому что самое важное в изменении себя для гармоничной личности это ежедневная работа над собой, это искусство маленьких шагов, когда мы каждый день двигаемся потихоньку к цели. И я хочу сказать, что у этой практики есть ещё побочный эффект. Если мы начинаем её делать, то в реальной жизни к нам начинают приходить подарки. Но я думаю, что это не очень страшно, так что, в общем, этим можно воспользоваться. Вот такими практиками, как практика принятия подарков и очень много принятия своей женской энергии. Мы будем заниматься на нашем семинаре. Помимо того, уже много всего интересного, о чём мы уже с Машей поговорили. Маша сейчас нам скажет, где подписаться и как узнать в подробности вот такую информацию общую, да, Машенька? Да, на Фейсбуке будет официальное, так называемое, официальное приглашение. Мы пытаемся его распространить в нескольких группах, чтобы можно было легко его найти. Также есть страничка, на которой вы можете зарегистрироваться на семинар. Там есть полное описание семинара, что вы получите в результате, чем мы будем заниматься на встречах наших. Адрес, я могу сказать адрес, Настя, или... Да, давай попробуем сказать, но мы потом его ещё дадим, да. И я дам его в описании к этому, к нашему архиву обязательно мы добавим этот адрес. Адрес на английском языке www.cosmoenergyforyou.com Как называется это? Слэш. По-русски? Ага, слэш. Я не знаю, как по-русски слэш. Семинарс. Всё английскими буквами. То есть мы разместим эту страничку на Фейсбуке, чтобы наши слушательницы могли легко найти эту страничку, зарегистрироваться на сайте. И на регистрационной форме мы просим вас указать вашу дату рождения, точное время рождения, также место рождения. И у меня, Настя, к тебе вопрос. Скажи, если женщина, допустим, не знает свою точную дату рождения, ты сможешь какую-то всё равно рекомендацию дать или помочь ей определить свою... Ну, конечно, да. У нас всё-таки будет не астрологическая, да, консультация, семинар. Всё-таки мы будем говорить о каких-то общих понятиях. И хотя бы для того, чтобы мы могли определить прокрити и викрити, да, мы... Нам нужно знать приблизительно, ну, время суток, да, хотя бы там утро, день, вечер, ночь. И тогда мы уже сможем определить именно нашу конституцию и получить... Ну, естественно, никто не отменяет визуальное наблюдение, да, потому что в Аюрведе это один из основных инструментов, поэтому уже я могу по своему собственному опыту, посмотрев, ну, по определенным признакам тоже определять конституцию, не обязательно только астрологическим путём. Но астрологическим путём очень интересно. И это нам даёт много ключей к пониманию, потому что мы можем здесь в этом аспекте поговорить об энергиях, которыми нами движет, о том, какие у нас первые элементы в нас присутствуют, потому что астрология нам сразу даёт просто вот прозрачную картинку на этот счёт. Когда мы не астрологическими инструментами пользуемся, то нам немного более длинный, более долгий путь нужно пройти для того, чтобы это узнать. Вот, поэтому, в общем, не так страшно, но если у вас есть возможность, то лучше узнавать, конечно, точное время рождения. Да, пусть это не останавливает женщин, которые бы заинтересовались семинаром, хотели бы поучаствовать, поэтому, допустим, не знают своё время, они всё равно могут прийти и однозначно получат пользу и благо от наших встреч. Наши встречи мы начинаем 24 апреля, 1 мая у нас будет выходной, поскольку это Пасха православная, мы отдыхаем, а затем возвращаемся 8 мая и включительно до 5 июня этого года. Всего 6 встреч. Как Настя уже сказала, после каждой встречи у нас будет рассылка с домашним заданием, с какой-то практикой или методикой для проработки какого-то аспекта. И на каждом занятии мы будем начинать с того, что обсуждать домашнее задание с другими участницами и делиться опытом. И затем переходить к новому заданию. В конце каждого, каждой встречи будет оздоровительный сеанс космоэнергетики. И опять-таки, возможность задать вопросы и пообщаться. Мы очень надеемся с Настей увидеть наших радиослушательниц на наших встречах. И опять-таки, если по каким-то причинам у вас не получается лично поучаствовать в нашем семинаре, вы можете присоединиться к нам по скайпу либо по Google Hangouts. Мы определим самый оптимальный способ встреч. Хочу заметить, что сеансы космоэнергетики могут проводиться и дистанционно. И от этого их эффективность совершенно не страдает. Поскольку во время сеансов мы работаем с тонкими телами человека. Поэтому совершенно не важно, где физически находится человек. И опять-таки, если по какой-то причине одной из девушек нам, допустим, придется ей пропустить одно или два занятия, она может присоединиться к нашим встречам через скайп. То есть эти шесть занятий все равно однозначно всем будут посещаться. Доступно. Да, еще я хотела еще одну такую рассказать интересную вещь, что 8 мая, как раз день нашего семинара, это будет самый лучший день 2016 года. 2016 год сложный очень. Это, во-первых, високосный год. И здесь очень много сложных положений планет сейчас. И поэтому я очень настоятельно вам рекомендую воспользоваться такой замечательной возможностью посетить наш семинар и провести вот этот день, самый лучший день в году, Акшая Тритья с нами. И веды говорят, что в этот день любые начинания, которые мы будем проводить, они будут успешны. И у нас будут обязательно задания, которые мы хотим посвятим Акшая Тритью. В этот день светилы будут занимать самое сильное положение и находиться в экзальтации. И если Луна в экзальтации, она бывает ежемесячно, то Солнце всего лишь раз в году. Поэтому такая комбинация, она всего лишь раз в год случается. Поэтому не пропустите такую возможность провести с нами Акшая Тритью и зарядиться энергией и начать какие-то вещи делать, которые для нас были недоступны, или которые у нас не получалось делать. И если у вас есть какие-то идеи, замыслы, которые требуют особой поддержки, то именно начните его в Акшая Тритью. Так что это очень-очень важный такой момент. Я хотела добавить. Я хотела в заключение поделиться нашими ценностями, которыми мы разделяем с Настей и надеемся разделить эти ценности с нашими участницами. Поскольку мы с Настей очень трепетно относимся к созданию этого семинара, мы действительно с душой его подготовили. То есть наши ценности мы надеемся, что могут быть разделены и нашими участницами. Я просто зачитаю, если это возможно. Уважение, принятие мнений и интересов преподавателей и участниц семинара, доброжелательность и порядочность, отзывчивость и доверие в отношениях, стремление к собственному развитию, принятие ответственности за свою жизнь, то есть активная жизненная позиция, искренность и правдивость по отношению к себе и другим людям. Мы надеемся, что на наш семинар придут именно те женщины, которые разделят эти ценности с нами. Спасибо, Маш. Я всех приглашаю опять к нам присоединиться и до 1 апреля у нас будет скидка. О подробностях для тех, кто проявит желание присоединиться к нашему семинару, платить можно будет потом не сразу всю сумму, но о стоимости вы можете узнать на страничке регистрации. Это 1 апреля у нас еще действует скидка для всех желающих, кто хочет с нами пройти этот замечательный путь и узнать новое что-то для себя. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. На этом мы, наверное, будем уже закачивать нашу программу. Я очень рада представить наш новый проект, наш новый семинар с Марией, и я надеюсь увидеть наших радиослушателей на этом семинаре в гармонии с собой или стане искусницей своей жизни, который пройдет с 24 апреля по 5 июня 2016 года. О месте приведения будет дополнительно сообщено, потому что это будет от некоторых других обстоятельств зависеть, но все, кто зарегистрируется, они будут знать о том, где-то будет в районе Сан-Франциско. Поэтому это для наших, для людей, которые рядом с нами в нашей эре проживают прежде всего, но тем не менее, если вы где-то далеко, то это не будет препятствовать для вас, вы сможете тоже поучаствовать с нами, потому что будет запись. И я хочу сказать, что на волнах радио Сангейс была программа «Женская гостиная», ее ведущая Анастасия Хрущинская и моя соведущая сегодня Мария Осадова. И мы с вами встречаемся по четвергам в 9 утра по времени Сан-Франциско, 11 часов по времени Чикаго и 19.00 по времени Москвы, каждый четверг в одно и то же время. И в следующий четверг у нас будет очень интересный гость, необычный человек, мужчина. Наконец-то у нас будет мужчина, а то у меня все женщины да женщины, хотя и женская гостиная, но мужчины нам тоже нужны, нам нужна мужская энергия, будет психолог из Москвы. Он просил меня не оглашать его регалии, хотя это очень-очень именитый человек Евгений Саяпин, удивительный, искрометный мужчина. Так что я жду вас всех в следующий четверг в эфире нашей радиостанции и спасибо огромное и до новых встреч. Маша, спасибо тебе большое, была рада с тобой пообщаться. До новых встреч, до свидания. До свидания. До свидания.